Иоанн Пророк и предтеча Иоанн предваряет крещение Христова вопросом «Ты ли приходишь ко мне?» В этом вопрошании святые отцы обнаруживали тайный символический смысл. По слову святителей Хроматия Аквилейского и Амвросия Медиаланского, блаженного Феофилакта Болгарского и Ефимия Зигабена, слуга Божий Иоанн Креститель тотчас узнал своего безгрешного владыку и недоумевал, как он, потомок приступившего заповедь Адама, уязвленный раной первородного греха, может крестить чуждого всякому пороку Сына Божий. Христос же повелевает допустить его до крещения, дабы исполнить всякую правду. Блаженный Иероним Стридонский говорит о троякой причине совершенного над Спасителем священнодействия. Во-первых, чтобы, так как он родился человеком, исполнить смирение перед законом. Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святого Духа в канун крещения верующих. Упоминание Христова о высшей правде святоотеческая мысль понимала по-разному. Так преподобный Ефрем Сирин объясняет данные слова в связи с доказательством Сына Божия своей человеческой природы, а святитель Иоанн Златоуст под совершением правды понимает исполнение божественных заповедей. Несмотря на то, что Иисусу Христу, безгрешному, нет необходимости каяться, бывшие на Иордане люди могли подумать, что Он, подобно им, намерен креститься в покаянии. Однако слова предтечи, сказанные при виде приближающегося Спасителя «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира», предупреждают ложное понимание цели этого прихода. Из речения пророка «Мне надобно креститься от тебя» указывает присутствовавшему народу на то, что входящий в воды Иордана есть тот, кто будет крестить Духом Святым и Огнем. Таким образом, ни значения Иоаннного крещения, ни величия Спасителя не умаляются в глазах людей. Господь своим примером показал формулу крещения, положив начало самому первому таинству Церкви. В тот день открылись двери спасения для человечества. Окунувшись в воды Иордана, Христос осветил их. Тем самым он взял на себя грехи, смытые Иоанновым крещением покаяния. Это священодействие имело и иной смысл. Оно стало первым шагом Сына Божия на пути к Голгофе. В самом погружении в воду было предвосхищение крестной смерти. И ныне троекратное погружение во время таинства крещения напоминает о трех днях и трех ночах, предшествовавших воскресению Спасителя. Апостол Павел, вопрошая, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, предупреждает, что купленные дорогой ценой крестной жертвой Спасителя, мы также должны умереть для греха. И это единственная дорога ко спасению. Уверовавшему надлежит исполнять Божьи заповеди, всякую правду, иметь твердую решимость измениться, покаяния, и, наконец, принять святое крещение. Омывшийся от грехов и страстей делает шаг навстречу Богу, который Святым Духом нисходит на крещающегося, сообщая Ему свои неизреченные и благодатные дары. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.